Итак, всем привет, с вами Ютуб ГР. Мы продолжаем играть за Карфинское Королевство в прошлом Винбарде в Эквестрию. Как обычно, забыл сохраниться под конец, и мы здесь все равно переиграем семей, но в целом разницы мало. Мы здесь до захватим Ведину, и затем будем сажаться в Грифонию. После этого захватим Сталинград, Сталеонград точнее, и затем уже начнем войну с, собственно говоря, за объединенным союзом поле, пони, под предварительством Эквестрии. Кстати говоря, я вот сейчас замечаю, а союзники-то у них не только на своем континенте, еще тут куча стран. Надо будет подумать, что мы будем с этим делать. Что у нас территория тут тоже есть, верно? А вот с этим как-то надо будет разбираться. В любом случае мы сначала сейчас сюда пойдем, а там уже будем смотреть по ситуации. Тут я уже начал обучать нашу морскую пехоту, только это будут батальоны амфибии, они тоже считаются элитными войсками, спецназом точнее, поэтому их может сделать ограниченное количество, но нам хватит на целую армию. Конечно, мы еще чуть-чуть их подредактируем, у меня просто военного опыта нету. Так что пока такой шаблон, пускай они уже обучаются, потихоньку мы производим для них снаряжение, ну и в один момент они будут готовы, будут они осуществлять, собственно говоря, операции по вторжению. Поехали. Вот, мы заново капитулировали Ведину, и сейчас заново добьем все войска. И вот мы смогли добить все здесь, если, говорит, занял какое-то время, потому что здесь очень большие беды со снабжением, да, как ни странно. Очень-очень плохо здесь все с этим. Кроме того, мы тут по морю неплохо поработали, по вражеским кораблям, но и по нашим подлодкам неплохо поработали. Мы потеряли почти весь флот, вот этот вот второй подлодный, если его так можно назвать. Но при этом мы очень много потопили их, корабли тоже. То есть, допустим, вот здесь идет битва, мы теряем очень много подлодок. Я поздравляю, что они почти все здесь отлетят. Но при этом мы и вражеский флот топим неплохо. Но в целом я бы, наверное, уже отсюда отступил, честно говоря. Вот, и правильно мы тут делаем себе, исследуем авианосцы, исследуем корабли на авианосце. Хотя я думаю, что в целом нам флот уже особо и не успеет пригодиться. Сюда мы высадимся, скорее всего, вот этим как-то. А дальше, как бы, ну, здесь нам флот не нужен, мы по земле можем пройти. Здесь нам флот, ну, немножко нужен, опять же, я думаю, его хватит на текущем уровне вполне себе. Так что да, у нас почти готовы наши морпехи. Собственно говоря, когда, ну, здесь вот уже они готовы. Можно, в принципе, уже их и деплоить, и начинать планировать выставку в Новогрифоне. Итак, наши армии готовы. Наш флот здесь делает ударное соединение, миссию. Дает нам достаточно как раз превосходства. И поэтому мы можем отправляться. Кроме того, нам нужно, наверное, сделать поддержку морского сооружения. И самое главное, надеяться, что... У нас сейчас авиация вражеская полностью не уничтожит там. Ну, надеюсь, не должна. Надеюсь, не должна. Доезжают наши первые дивизии. Нехватка припасов. Это, видимо, от того, что их там не хватало. Но просто уничтожают урожеские войска здесь. Наши дивизии морской пехоты. И можно теперь начинать полноценное наступление просто. Кроме того... Окей, они исследовали новый уровень шифрования. И из-за этого мы не можем нажать кнопку. Но ничего. Мы все равно прекрасно здесь справляемся. Можно закинуть им еще туда вот такую поддержку. И вот такую поддержку. У нас теперь огромный радиус. Потому что мы исследовали доктрины на радиус. Так что у нас теперь все будет здесь отлично. Доводим мы туда вторую армию. Одна армия будет идти на север. Другая на запад. И как бы мы тут должны будем ликвидировать все сопротивление. Давайте посмотрим на потери. Что тут у нас? Новая Грифония. Сто тысяч. Мы им один миллион двести тысяч. Я бы сказал удовлетворительный размин. Я вижу уже, что... У нас здесь есть некоторые территории без поддержки авиации. Давайте это исправим, конечно же. Такидываем мы везде авиацию. У нас достаточно самолетов. Так что мы можем оказывать поддержку везде. Вот, приехала капитуляция. Недолго мы этого ждали. Давайте сразу захватываем вот эти все регионы. Как нам нужно пропустить один ход нужно. И... Да, давайте теперь все руками. Ну, сделаю руками, чтобы поделать. И вот у нас появился плацдар на западном континенте. Мы сейчас доделаем КБ вот сюда. Почу ее довоевать здесь уже. После этого сразу будем клепать КБ на Сталинград. И, наверное, речную федерацию. Завалим мы их, я думаю, одновременно. После вот этой страны. И вот, как мы были против Сталинграда, готов. Мы активируем наш взлом. И объявляем войну. Наши войска здесь готовы. У них здесь даже вот есть немножко поддержки железнодорожных орудий. И давайте посмотрим, как вообще, что продвигается. Во-первых, мы не можем пробить какие-то их танковые дивизии. Любопытно. Но в целом, я бы сказал, что не так сильно решает. Потому что статы у наших дивизий просто космические. И мы все равно ворожские идеи просто переломалываем. Плюс, конечно же, у нас есть очень важная поддержка авиации. Мы смотрим на потери. Потери говорят все сами за себя. Просто смотрите, как быстро набегают их потери. Здесь, я вижу, немножко не хватает истребителей. И, кстати говоря, они нам сломали авиабазы. Да. Мне не показалось. Они... Да, сломали нам здесь авиабазы. А что нам нужно сделать? Нам нужно сделать вот так вот дубликат. И вас перебросить сюда. И я бы сказал, что делать еще вот так. Делать еще вот так. И вот так. И вот теперь у нас сейчас в воздухе начнется реальная битва. Причем, посмотрите, как много их самолетов улетает. Сразу последний путь. И бомбардировщик. Такая же ситуация. Так что, не смогут они преломить воздух. А значит, не смогут они преломить бой. Но я вижу, что мы заходим чуть подальше. И здесь у нас проблемы со снабжением. Значит, надо, конечно же, его починить. Этим мы и займемся. Битвы здесь очень жестокие. Потому что постоянно только заканчивается одна, начинается другая. Куча урона от авиации проходит. Куча самолетов падает. И потери просто жуткими цифрами набегают. Но, слава богу, не на нашей стороне. Как вы можете видеть, у них уже всех под ружье стоит. И при этом, вот, людские ресурсы заканчиваются. Все меньше и меньше их становится. Так что, в один момент мы просто начнем наступать. И у них не будет ресурсов пополнить их дивизии. И самое главное, мы, да, чинили снабжение. Это очень большая была проблема. Теперь все должно стать еще лучше. Параллельно у нас готов к зубе на речную федерацию. А значит, мы не стесняемся и нападаем на нее тоже. Здесь войска наши готовы. Почему здесь? А, здесь просто у них войск нет. Я подумал, там что-то случилось. Но нет, все просто. И с ними та же ситуация. Кстати говоря, мы тут исследовали на крестке все пехотные доктрины. Одного уровня. И нам нужно дойти до следующих доктрин. Это нужно сделать штримовую винтовку. Эта игра меня затроллила, потому что я, пожалуй, магически. А мне нужно еще доисследовать не магически. Круто. Так как у нас обстоит остановка на фронте. На востоке с речной федерацией все отлично. У нас бесконечные эти попапы про дочеков. Что поделать? В следующем патче это уже пофиксили. Но тут еще нет. Два миллиона потери речной федерации. И почти два миллиона лет потерь у Сталинграда. У нас же всего лишь 250 тысяч. Очень хорошее число. Здесь мы уже неплохо наступаем. У них наконец-таки кончились, я так полагаю, людские ресурсы. Давайте посмотрим вот так. Да, так и есть. Там просто закончились люди. Если бы точнее пони. Так что они просто не могут свои дивизии пополнять. Настолько они до последнего сражались. Ну, до последнего, не до последнего. В итоге все равно они нам проиграли. Конечно же. В речной федерации, я так полагаю, еще много. Да, еще много запасов. Хотя запасы как? Много, не много. Но... Истощаются они очень-очень быстро. И мы просто продолжаем наступать. Периодически, вот как я сейчас делаю. Чуть-чуть дальше направляю нашу авиацию. Вот и Сталинград капитулировал. Потеряли они там где-то 2-3 миллиона людских ресурсов. Это очень много. Кстати говоря, где-то успели потерять 4 дивизии. Неприятно. Вот и Павла Речная Федерация. Тоже не сильно долго. Она в итоге сопротивлялась. И мы полностью ее также захватываем. Теперь я думаю, что нам пора, во-первых, добить вот это. Создание, да? И затем мы будем уже наступать на Эквестрию. Здесь, конечно, у нас были долгие. Вот здесь вот недолгие. Но пойдем, значит, на нее. Захватим вот это. У нас будет небольшой перерыв в 2 месяца, чтобы перебросить войска на запад. И затем мы уже пойдем в полномасштабное осыпление на Эквестрию. И вот, первые, как раз, были готовы. Авиация тоже на позициях. Здесь, по-моему, она не начала, да, действовать. Только сейчас начала действовать. Но я уже не вижу сопротивления. 142 тысячи. У меня есть такое ощущение, что они там пластенд какой-то прожали. И все просто загорели породней. Не очень понимаю, почему вот эти войска не закончили вот с этим. Сейчас закончат. Ну, в общем-то, да. Виталланд, я думаю, сейчас стастся. Тут осталось буквально капельку. Всего тысячу мы потеряли. И с этим эксорсом покончено. Время перебрасывать все наши войска на запад в Эквестрию. Итак, момент наступил. Наши подлодки на позициях. Наш флот вряд ли будет участвовать. Но, тем не менее, он тоже здесь типа готов. Наши войска все на позициях. Наша авиация все на позициях. Очень много авиации. Если что, у нас только в Эквестрии служат уже 1 миллион 400 тысяч. Это вполне себе население какого-то города. И я бы сказал, больше, чем армия некоторых стран. А единственное, я вот сейчас хорошо обратил внимание. Вот сюда нам тоже надо что-то придумать будет. Я думаю, я буквально вот что-то такое сделаю. И этого, наверное, должно быть достаточно. И вот здесь тоже самое, кстати говоря, надо сделать. Чтобы потом не было никаких приколов в тылу. Я думаю, и мы можем наступать. Итак, начинаем. Убираем войну. Сразу же, кстати говоря, вступается в войну Эквестрии. Видимо, ну что это марионетка была. Не стесняемся. Сразу начинаем вот здесь. Да, там всех начинают призывать. Ничего нового. Кстати говоря, они опять обновили шифрование. Так что мы такое шифрование обновим. Обновим. И, кстати говоря, что по воздуху. А наши самолеты просто еще в воздух не поднялись, да? Да. Теперь все по-другому станет. Меня очень бесит вот этот баг, что самолеты только через какое-то время начинают миссию выполнять. Но что поделать. Надо, кстати говоря, подприкрыть вот эти все территории тоже самолетами. Итак, наше наступление идет пока что очень успешно. На юге здесь мы смогли пробиться и продолжаем давить. Здесь наши армии соединились и продавалась одна. А они пока что просто заняли позиции. Скоро начнем атаковать. Это чтобы было временность ликвидировать вот эти две группировки рожеских войск. Теперь, так как у нас здесь освободилась целая армия, мы можем отправить ее вот сюда. и сделать фронт покомпактнее в том смысле, что у нас серия намного больше здесь доступных дивизий. Значит, в каждой провинции будет побольше дивизий. Мы сможем давить намного приятнее и намного безопаснее. Самое главное, потому что сейчас, когда в каждой провинции по одному танку, на самом деле окружить эти танки ликвидировать очень просто. Хотя нам пока что везет и никаких потерь у нас здесь нет. Начинаем мы также наступать здесь. И надо как-то вот подумать об этом направлении. Там, видимо, какой-то был проход. Не очень понятно. Как будто вот здесь, да, наверное. О котором я не знал и не подумал отдельно. Ну ничего, мы как бы справимся с этим. Затем здесь наступаем так же. Уже на кристальный город этой армии. И у нас, в принципе, все надобно складывается для нас прекрасно. Как говоря, давайте откроем интересную вкладку, пока там вот в битве везде потерь. Всего лишь 92 тысячи против практически 3 миллионов потерь. По-моему, цифры просто невероятные. Но это в основном потому, что мы здесь воюем везде механизированными войсками. У них очень большая прочность. Ну, по крайней мере, больше обычной пехотной дивизии. У них очень хорошее соотношение, собственно говоря, доли пехоты. Очень большая защита, хороший прорыв, да, в сравнении с нашей обычной пехотой. И из-за этого они несут просто намного меньше потерь. Сразу по нескольких причинам, суммируя эти причины, а скорее умножая, в итоге мы видим и получаем то, что получаем. И тут, кстати говоря, на востоке просто жесткий замес на море происходит. Наши конвои пытаются топить. Мы в ответ топим и их конвои, кроме того, их корабли боевые. Тут, в общем-то, супер жесть происходит, потому что флота вот этих стран много. Стоит посмотреть просто на вот это. Здесь 14 авианосцев. И куча всего другого. Здесь тоже много флотов. Здесь больше флот, то есть на море у нас реально жесть происходит. Главное, на самом деле, капиталировать Эквестрию, и все дальше будет намного проще. Вообще, я думаю, над этим можно и подзакончить, потому что нам еще очень много. Я не успею это все вложить в одну серию, как хотел бы. В любом случае, с вами, ребята, был Дубгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки,